Ингушетия — это очень важная тема, потому что Кремль создал конструкцию, при которой, как они считали, Республики Северного Кавказа — это их политическая опора. 99% на выборов, 99% за Путина, все очень хорошо, все очень зачищено, и все классно. И тут бах! Очень популярный Евкуров не может справиться ни с чем. Люди выходят на улицы, все люди выходят, люди совершенно разного социального положения, возраста выходят на улицу, и так что их даже, в общем-то, и разогнать нельзя. Что же там произошло? Ну, как бы, извините, в третий раз я ссылаюсь на такой мощный инсайт и мощное общение, как мои сокамерники, спецприемники, там все время ты сидишь, обязательно будут в камере ингуши, чеченцы. И поэтому мы довольно много все это обсуждали. Но, естественно, там такая банальная точка зрения у всех, что, ну, что-то люди делят, а что ингуши и что чеченцы — это примерно одно и то же. И, как вот мне один чеченец рассказывал, что если ты подходишь к кому-то, ты у него не будешь спрашивать, там, чеченец ты или ингуш, а ты у него спросишь, ты в войнах или нет. Ну, то есть, вот, объединяющая и тех, и других. В этом смысле, действительно, они считают, что абсолютно такие близкие нации, и никакого противостояния между ними нет. А то, что происходит сейчас, ну, это некие козни начальства. А я хочу сказать о том, что, ну, как бы, ну, очевидно, что козни начальства, но ошибка Евкурова, преступление, если хотите, Евкурова, преступление вот тех людей, которые начали это делать в том, что, ну, нельзя так оскорблять народ и нельзя не пытаться даже ничего объяснить. Но все-таки ингуши — это нация, для которой территориальная проблема, территориальный спор — это такой многолетний конфликт. Это то, о чем они постоянно думают, противостояние соседей, много-много семей в этом участвовали, весь этот пригородный район. То есть проблема территорий, проблема изъятой земли — это то, что у ингуша каждого живет в голове. И, естественно, любой разговор о том, что давайте мы что-то сейчас отдадим, ну, он прямо, они ни о чем другом не могут думать, но и совершенно верно. И что должна была сделать власть? Ну, давайте представим, что есть какие-то рациональные причины. Пусть там даже будет нефть. Как вот все считают, что там какая-то есть нефтяная тема, Евкуров отдает Кадырову какие-то территории, на которых можно заработать денег. Ну, выйди и скажи тогда, дорогие ингуши, у нас тут такая тема нефть, мы Кадыров лучше с этой нефтью справиться, но он заплатит. Вот те, у кого там есть какие-то кладбища, фамильные деревни или еще что-то, они получат компенсацию. И все получат компенсацию, не так много населения. Или нам построят больницу. Давайте придумаем. У нас есть нефтяное поле, у них есть деньги для его освоения, давайте мы обменяем и на этом заработаем. Ну, то есть, получим что-то. Нужно было сказать прямым текстом. Все же понимают, ну, не дураки же на площади в Ингушетии стоят, они понимают, что здесь есть интерес. Денежный интерес, в том числе каких-то людей. Если бы не было бы денежного интереса, да никто бы не стал бы заниматься какие-то горы, черти где там передавать эту границу и делать это все так странно, так тайно, подделывать результаты голосования депутатов, ну, никто бы не стал бы этим заниматься, если бы не было денежного интереса. Так поделитесь. Это же не только ваша земля. Земля, это земля большого количества людей, это земля тех, у кого там какие-то деревни. Поделитесь с ними. Ну, отдайте им часть того интереса, который вы имеете. Раз уже, ну, наверное, понимаете, начинать сейчас решать территориальную проблему осетин и ингушей, ну, невозможно. Нет решения этой проблемы. Абсолютно, то есть, все, что мы можем делать, погашать конфликт, чтобы не убивали друг друга. Но вот так вот прийти и легко решить эту проблему невозможно. Но между ингушами и чеченцами никакого же напряжения нет. Ну, придите и разделите этот интерес. Деньги, ну, значит, как-то разделите эти деньги более-менее по справедливости, и все будут довольны, и проведут эту границу, и вместе там спляшут танцы, которые они там пляшут, и все будут довольны. Но тут же обман, тут же явный мухлё, что все стоят и понимают, ты заработаешь на этом, там, столько-то миллионов, а здесь приходишь и вешаешь мне лапшу на уши, что это вот техническая вещь, давно это же нужно было просто написать эту границу, это обман. И, конечно, когда вся нация столкнулась с таким наглым обманом, которые, когда они видят, что продают их землю, зарабатывают на этим деньги, и им еще ничего не дают, ну, конечно, это ввело их в ярость, и поэтому я, безусловно, поддерживаю тех людей, они абсолютно разных политических взглядов, которые выходят туда, а окончательно меня убеждает в том, что дело здесь абсолютно нечисто, там есть денежные интересы, и передача вот этих земель – это такое преступление. Это то, что случилось с Олегом Козловским, вы знаете, что это политический активист, он один из сотрудников международной амнистии, Amnesty International, он поехал туда, какие-то митинги происходят, он поехал смотреть, что там делается, и, вы знаете, международная амнистия, в том числе, принимает решение, кто политический заключенный, кто не политический заключенный, а там возбудили уголовные дела против организаторов митингов, ну, и что случилось с Козловским? Его просто похитили из гостиницы местные милиционеры. Давайте прочитаем вот виды. Посадили в машину, вывезли из города, никаких документов не показывали, назвали сотрудниками, ну, естественно, Центр по борьбе с экстремизмом, на поле раздели, сделали фото, угрожали изнасиловать, требовали, пытались завербовать, сломали ребро, избили, приставляли пистолет в затылку. Ну, извините меня, конечно, мы понимаем, что Северный Кавказ — это такая зона, где довольно мало что происходит в рамках закона, но вот этот просто совершенно такой наглый беспредел. Но они же понимали, там, политический активист, там, местного можно запугать, а этот вернется в Москву, он же обо всем расскажет. Тем не менее, они-то все делали. Там, избивать, угрожать, ломать ребро. Значит, эти люди настолько боятся, что во всей остальной России будет известна правда о происходящем в Ингушетии, что они готовы делать такие вещи, ну, значит, там точно дело нечисто. Ну, значит, там точно есть и денежный интерес, и коррупционный интерес, и какие-то, значит, связи между семьями, ну, их большие деньги, очевидно. Но эти милиционеры, они идут на такие преступления, потому что получают убедительные приказы. А эти убедительные приказы получает их руководство тоже от людей, которые потеряют убедительные деньги. Если не будут, так и грозить всем пистолетом. Поэтому, еще раз, я считаю, что в этой ситуации, конечно, жители Ингушетии возмущены абсолютно правильно. И я надеюсь, там никакого насилия не будет, но правильно они выходят.